В этом году уборочная площадь всех культур по району ничуть не меньше, чем в прошлом, и доходит почти до сотен тысяч гектаров. Но погоду скорректировал план на аграриях. Заготовка кормов замедлилась, сорняки второй волной пошли в рост, культуры начали созревать почти одновременно. К сожалению, мы только убрали 50% сенажа. Одна детка на сенаж. Сеном еще занимаемся. Еще 40% осталось сена. Уже выселена озимая культура. И все сразу. 25-го планируем начать уборку кукуруза. Как грамотно подойти к уборке? Ученые практики советуют не ждать хорошей погоды, вовремя проводить диссекацию растений, раньше начинать и завершать жатву. И заботиться о будущем урожая заранее. А для этого нужно знать, на какую глубину вносить удобрения, что такое снежная плесень и почему вымерзают озимые, как избежать щупости зерна. Все болезни и вся заранее находятся вот здесь, на обочине вот в этой траве. Сделайте предупредительную функциональную обработку. Будет, не будет это ржавчина, будут, не будут это вредители. Зарядите свои опрыскиватели и пройдите по периметру. Все болят на два раза. Затраты минимальные. Но мы обезопасим себя от различных вредителей и болезней. Скоро предстоит осенняя спашка зяби. Главный агроном района Альцент Радченко настаивает на выравнивании пассивных площадей. Будем мы вносить удобрения, будем мы семенами заниматься, обновлять сорта, все вовремя делать, срок. Но мы не добьемся результата, если мы не выравним наши поля. В нынешнюю уборочную не должно быть проблем с переработкой и хранением зерна. Также удалось договориться с поставщиками запчастей для комбайнов и решить вопрос обеспечения горюче-смазочными материалами. В этом году мы нашли способ для того, чтобы брать горюче-смазочные материалы и запчасти под зерно. Не за деньги, а участка вы говорили с Карнушин, это Есенский КГП, чтобы они были как бы так посредники. Они отдают запчасти и горюче-смазочные материалы фермерским хозяйствам и предприятиям. А предприятия за них сдают уже на Есенский КГП зерно и они перечисляют деньги. Многие рекомендации фермеры, акрономы, руководители хозяйства берут на вооружение. Главный же совет, который звучит на агроконференции – все поля разные, поэтому нужен индивидуальный подход и четко отработанная технология.